Случаи подделки протоколов собраний собственников помещений в многоквартирных домах необходимо искоренить. Пути решения наболевшей проблемы наметили на заседании Комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам ЖКХ за к собрания региона. Участники встречи обсудили проблемы, возникающие при привлечении к ответственности за подделку протоколов общего собрания собственников. Как отметили на заседании, этот вопрос далеко не новый. Чаще всего подделки протоколов происходят при смене управляющей компании. И не всегда новая управляйка является добросовестной, в том числе при сборе подписей жильцов. Проблема с подделкой протоколов общих собраний собственников не новая. У нас в 2015 году была введена уголовная ответственность за данное деяние, но тем не менее по настоящее время в Камчатском крае нет ни одного случая привлечения мошенников к ответственности. Анатолий Кирносенко сообщил, что с этой проблемой люди часто обращаются и в депутатские приемные, и в законодательное собрание в комитет по ЖКХ. Мы впервые решили провести очень большое совещание с широким привлечением экспертов по данной теме. Мы пригласили и ассоциации собственников жилья, и представителей ЖКХ контроль, и представителей управленческой компании, и представителей ОМВД по Камчатскому краю, прокуратуры, в целом городской думы, общественности, всех политических партий, которые у нас в крае существуют, и всесторонне эту проблему обсуждали с целью найти пути решения данной проблемы. Потому что цель стоит перед нами не только завести уголовные дела, чтобы другим было неповадно совершать трейдерские захваты домов и в дальнейшем сдавать их землю на 49 лет, ставить на ней коммерческие киоски, сдавать площади домов под коммерческую рекламу, повышать в одностороннем порядке плату за жилищные услуги. По словам председателя комитета, главная цель заседания в том, чтобы найти пути, как искоренить подобные случаи. Мы искали именно механизмы правового характера, что нам стоит изменить законодательство, и мы искали формы, способы взаимодействия. Комитет, на мой взгляд, прошел очень продуктивно. Мы договорились продолжить взаимодействие с ОМВД по Камчатскому краю по данному направлению, договорились о взаимодействии с прокуратурой, с государственной жилищной инспекцией и приняли ряд решений, которые, как нам кажется, позволят решить эту проблему. Первое решение касается проработки возможных изменений в действующее законодательство, которые позволят наделить государственную жилищную инспекцию полномочиями о признании ничтожными протоколов собраний собственников жилья в случае подделки подписей. Сейчас такое решение принимается только через суд и, как правило, очень длительно по времени и не всегда завершается успехом. Следующий момент, который мы сегодня решили и записали в протоколе нашем, это провести активную разъяснительную работу среди собственников, среди граждан Камчатского края, жителей по поводу новых механизмов, которые позволяют проводить собрание собственников в электронном виде с верификацией через систему госуслуги, через ГИС ЖКХ. Это позволит минимизировать подделки тоже протоколов. И это более гораздо защищенный способ проведения собраний. Не все об этом знают, как мы сегодня выяснили. И стоит как можно шире об этом информировать население. Тем более успешные практики реализации собраний в электронном виде у нас в Камчатском крае уже есть. По злободневной теме, которую обсуждали на Комитете, прозвучали много предложений, в том числе и от общественников. Они касаются новых механизмов проведения конкурентных процедур на права компании управлять домами, сроками хранения и работы с протоколами собраний собственников жилья и так далее. Как сказал Анатолий Кирносенко, все предложения будут отработаны в рабочем порядке. Стоит отметить, что общественность сегодня на заседании нашего Комитета подчеркнула тот факт, что увеличилось качество работы и надзорных органов, и контрольных, и полиции. Полиция стала работать по данному направлению гораздо лучше. Участковые полномоченные проводят свою работу более качественно. На Комитете сообщили, что уже есть три случая возбуждения уголовных дел по поводу подделки протокола в собрании собственников жилья. Мы очень надеемся, что эти дела завершатся успешно, будут доведены до конца. И мы видим, что та работа, которую системно проводит Комитет регулярно в течение всего срока созыва, она дает свои плоды. И общественность дает высокую оценку той деятельности, которую ведем мы, которую ведет полиция, которую ведет прокуратура и которую ведет государственная жилищная инспекция, что интенсивность работы и качество ее в этом направлении значительно улучшилась. И мы собираемся эту работу, конечно же, продолжать, чтобы случаев подделки протоколов у нас было как можно меньше. Также на заседании достигнуты договоренности с надзорно-контрольными органами собираться регулярно обсуждать эту проблему, помогать друг другу и вырабатывать общие механизмы решения данного вопроса.